Добрый день, это история для будущего. Сегодня поговорим о истории и о политике. Первый гость сегодня Егор Брайлян, украинский политик. Добрый день, Егор. Добрый день. Был большой соблазн говорить о истории и политике российской и украинской, но начну я, как ни странно, с истории и политики украинопольской. Вот сегодня польский руководитель сказал дословно, что Путин это продолжение истории украинской повстанческой армии. Мы с вами хорошо знаем о том, что это такой очень длительный и достаточно напряженный дискуссия и в среде историков, и в среде политиков украинских и польских. Что скажете? Тут следует заметить, что для современных польских политиков действия организации украинских националистов на территории Волыни это был геноцид польского населения, и современная польская историческая политика сконцентрирована на том, чтобы позначать Степана Бандеру и других лидеров украинского национального движения среди на 20 века как палачей и поляков. В то же самое время следует отметить, что за последние 30 лет было сделано очень много для взаимопонимания между поляками и украинцами, и начали этот процесс еще президенты Польши и Украины Квасневский и Кучма, когда в 2003 году впервые начали говорить о том, что Волынская трагедия – это общая трагедия для польского и украинского народов. Но партия «Право и справедливость», которая находится при власти Польши с 2015 года, она систематически говорит о том, что те герои, которые являются такими для Украины, и они являются такими для Польши. И в то же самое время мы видим, что Польша является одним из главных союзников в Украине, который и Польша нам помогает в военном плане, это и гуманитарная помощь, и дипломатическая поддержка. И таким образом история, она как бы рассматривается отдельно польскими политиками, и в то же самое время нужно сказать, что это была общая трагедия, и это было взаимное истребление, и тут нельзя сказать, кто был тогда право, кто виноват. То есть украинская позиция по поводу Волыни, она следующая, если так очень суммировать кратко, что это была общая трагедия, и не нужно выделять какую-то одну из сторон, которая была виновата в этом конфликте. То есть безусловно, что украинно-польские отношения, они были очень сложными в течение длительной истории, особенно в 20 веке, но после Второй мировой войны известный польский интеллектуал Ежи Гидройс, который был в Париже, и он описал такую фразу, что еще в 1951 году, что Львов является украинским городом, и Вильнюс является литовским городом. Что для поляков это было достаточно революционное, как это сказать, событие? И многие тогда, 70 лет назад, критиковали Гидройса, но это был очень важный шаг, и в то же самое время это сформировало дальнейшее восприятие Украины в Польше, и не следует забывать, что именно Польша была одной из первых стран, которая признала украинскую независимость в 1991 году. То есть, с одной стороны, поляки являются ключевыми союзниками для Украины, они понимают, что такое российская оккупация, а в то же самое время они не принимают тех героев, которые воспринимаются в Украине как лидеры украинского движения. И, безусловно, как историки, хочу сказать, что история – это интерпретация, это анализ прошлого, а не само прошлое. Именно поэтому анализ может быть разным. Мы знаем о том, что, например, создание Евросоюза, куда сейчас стремится войти Украина и куда вошла Польша, предшествовала, например, совместная деятельность немецких и французских историков, общественных деятелей, потом политиков, потом какие-то взаимные экономические отношения, и только потом уже была создана, так сказать, политическая настройка. То есть вот наша работа историков и общественных деятелей Украины и Польши, например, она является важным для процесса евроинтеграции? Безусловно, потому что основой Европейского Союза есть также общая историческая память, она концентрируется вокруг трагедии Голокоста, это уничтожение евреев во время Второй мировой войны нацистской Германии, и фактически эта память об истреблении евреев, она мила Европу. В то же самое время в Восточной Европе такая трагедия связана с войной и оккупацией, это нацистская и коммунистическая. Именно поэтому все страны Восточной Европы от Польши до Балкана, до бывшей Югославии, они говорят о том, что это была трагедия, и, безусловно, что для Украины сейчас очень важно говорить об общих связях с Европой. И тут обязательно мы можем вспоминать не только Польшу, я могу навести пример, что в 92-м, 93-м годах француз украинского происхождения Пьер Береговоа, он был премьер-министром Франции. Когда мы сейчас говорим о украино-французских отношениях, нужно об этом помнить. Украинец Стефан Трлецкий был советником Маргарет Тэтчер и очень влиятельным политиком Британии 80-90-х годов. И мы можем найти очень много точек соприкосновения, которые могут служить нам основой для публичной дипломатии, для переосмысления нашей истории. Очень много делает Украина-Немецкая комиссия историков, которая стала скандально известна, и благодаря высказываниям уже бывшего посла в Германии Андрея Мельника, и она очень много делает для того, чтобы формировать глобальные подходы в изучении истории Украины. И также существуют общие комиссии историков с Болгарией, с Турцией недавно начала работать эта комиссия. То есть, если мы говорим, например, о Турции, то мы очень много знаем о Роксолане, но также были и другие женщины, которые влияли на историю атаманской порты, и они также определяли наши связи украинских земель с Османской империей. Или с Крымом. Да, да, да. И безусловно, что есть очень много документов, которые находятся в Стамбуле или в Анкаре, которые заново будут говорить нам об истории Украины. И тут важно вспомнить на момент Петра Дорошенко, гетмана правобережной Украины, который и сформировал союз с Османской империей, для которого Османский вектор был очень важен. И поэтому, когда мы берем любые страны, даже вне Европы, я тут, например, могу вспомнить Таиланд, и в начале 20 века Катерина Десницкая-Сволыни, она стала женой наследника престола Сиама, и она родила наследника Сиамского престола. Потом она, правда, развелась со своим Сиамским принцем, но тоже это какая-никакая основа для нынешних украино-тайских отношений, потому что для нас, в первую очередь, Таиланд – это экзотика, туризм, но в то же самое время это и связи, и такие связи мы можем найти практически с любой страной. Если мы, например, берем Аргентину, то также Украинец воевал и помогал Посе Сан-Мартину бороться против Испанства, в зависимости от этой страны. Ну, мы знаем, например, я вам продаю еще важный исторический факт о том, что нынешний Папа Франциск, он стал священником, а потом епископом, так сказать, под чутким руководством и пастырской опекой украинских греко-католиков, которые в тот момент были в Аргентине. Но я о другом сейчас. Я, как ни странно, хочу все-таки вернуться к России. Вы упомянули случаи очень хорошей, качественной, плодотворной работы совместных комиссий историков из разных стран, но был опыт и комиссии «Историческая Россия-Украина». Как там все происходило? Мне кажется, не так успешно. Она была основана в 2003 году. С украинской стороны ее возглавил директор Института истории Национальной Академии Ногу Украины Валерий Смолинь. А с российской стороны это был академик Рана Чубарьян. И она действовала, по сути, 10 лет до 2013 года. И главным результатом этой комиссии было то, что было напечатано на украинском языке историю России. И в то же самое время была напечатана историю Украины на русском языке. И основной ее целью было то, что найти общие точки соприкосновения между российскими и украинскими историками. Но, безусловно, было очень много тем, на которые были полярные мнения украинских и российских историков. В первую очередь, это новейшая история. Это Голодомор 1932-1933 годов. Это октябрьский переворот, который считается в России октябрьской революцией. И, по сути, этот весь советский период был очень спорным для обеих сторон. И все же российские историки не признавали и не признают до сих пор того, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. И если мы говорим о Голодоморе, то один из главных исследователей Голодомора, профессор Станислав Кульчицкий, он говорит о том, что это был геноцид именно украинского народа как политической нации. То есть не только украинцы умирали от действий советской власти, но и болгары, греки, гагаузы. Крымские татары. Да, крымские татары. То есть это был геноцид всего населения тогдашней Украинской Советско-Социалистической Республики. И поэтому российские ученые все время это отрицали. Но оставались, и были тогда даже историки, например, Татьяна Таирова-Яковлева, это исследовательница Гетьманшин, исследовательница 17-18 века. Она исследовала Ивана Багуна, Мазепу. И ее недавно уволили из Санкт-Петербургского государственного университета. И, в принципе, очень многие российские историки не соглашались, ну даже по Киевской Руси, когда Игорь Данилевский, российский историк, он все-таки продолжал считать, что Русь была колыбелью трех дружественных народов. Братских, братских, простите. Я уточню, братских народов. Братских народов, да. И поэтому после 2014 года любые официальные связи, они прекратились, но в то же самое время были попытки возобновить контакты. Например, в 2019 году было опубликовано такое исследование российско-украинский. И оно было связано с тем, что вписались биографии спорных фигур. Например, это Степан Бандера, Симон Петюров, Владимир Ленин. То есть и украинские, и российские историки, они спорили об этом. Например, среди них был Георгий Касьянов. Но мое мнение само как историка, оно следующее, что нужно вырабатывать такой нарратив, который бы как раз обострял эти несостыковки, и чтобы мы делали акцент на том, что украинцы и русские – это разные народы, и все-таки российская пропаганда, она лжет о том, что якобы у россияне и украинцы – один народ, и что объективно… Ну, безусловно, что любой историк пишет субъективно о прошлом. Но в то же самое время очень важно формировать какой-то наднациональный нарратив. Все говорят о глобальной истории, каких-то еще других вещах. Так что когда история Украины, она не будет привязана к территории государства, которое стало независимым в 1991 году, когда мы будем говорить о международных связях, о прочих вещах, которые будут показывать наши значения. И тут я бы хотел уже перейти к вопросу учебников. То есть, когда я, например, был школьником, то мы учили два разных предмета – это история Украины и всемирная история. И сейчас уже нынешние украинские школьники, они учат, по сути, один предмет – это общая и всемирная история Украины. И сейчас очень активно переосмысливается само написание учебников. И, по моему мнению, очень важно в этих учебниках вспоминать как раз те мировые аспекты, когда украинцы влияли на международную политику, они хотели всеми способами донести миру о своей трагедии. И тут, безусловно, не нужно абсолютизировать активизацию, когда у некоторой части людей может быть такое мнение, что вот все было только трагично и плохо в украинской истории, вечные поражения. Это неправда. И такие направления в истории, как история повседневности, история еды, социальная история, когда в учебниках школьники смогут узнать, что, например, ел Богдан Хмельницкий, когда начинал… Егор, я просто уточню, то есть это новые учебники, это не будут традиционные такие советские или постсоветские историки, учебники, которые описывали, например, историю Богдана Хмельницкого исключительно как классовую борьбу, значит, крестьян с поневолювачами, польскими понами. Нет, сейчас нынешние украинские историки, например, Наталья Старшенко, они говорят о том, что война Хмельницкого против Речи Посполитой, это, по сути, была внутриклассовая борьба одной части шляхты против польской шляхты. И шляхтый Шмельницкий хотел благодаря казакам получить власть, и он ее получил, и таким образом сформировалось новое государство, войско Запорожское, но в основе которой имело политические и правовые нормы Речи Посполитой. После вас я буду говорить с Юрием Пивоваровым, известным российским историком. Что бы вы ему, как ученый ученому, какой бы вы пас передали по итогам нашего с вами разговора? Очень важно понимать, что история является разной в интерпретации историков не только из-за их происхождения, но и из-за их возраста, еще каких-то факторов. История, она может быть разной. И нам нужно привыкнуть к тому, что история не должна быть какой-то единоправильной. Это касается как Украины, России, так и других стран. И это проблемы, которые поднимаются не только в Украине и России, но и на Западе. Мы помним движение Black Lives Matter, и это все переосмысление имперской истории. И это ведет к тому, что будет разная история. Спасибо огромное, Егор. Это очень интересно. Это на самом деле очень важно. Егор Брайлян, кандидат исторических наук из Украины. Украинский историк был с нами. И сейчас будет историк из России, будет Юрий Пивоваров. Егор, спасибо большое еще раз. Мы продолжаем историю для будущего. И следующий мой собеседник Юрий Пивоваров, российский историк, академик, глыба, скала. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед вами я говорил с украинским историком, молодым украинским историком. И я у него спросил, что бы он передал вам. И он сказал ключевую идею о том, что история может быть разной. Насколько это откровение или это банальность? Это и не откровение, и не банальность. При том, что я не совсем понимаю, что значит разной. Ее можно по-разному трактовать или что? Что молодой этот историк имел в виду? Ну вот начинающий историк Путин, как мне кажется, вот он год назад решил унифицировать российский взгляд на историю Украины. И подкрепил это полгода назад российской агрессией. Вот это, мне кажется, способ унификации истории или взглядов на историю. Ну, во-первых, он как историк не начинающий. Во-вторых, он вообще не историк. А в-третьих, ну что он, так сказать, нового сказал из того, что не говорилось в России об Украине? По-моему, ничего другое дело, что в его устах это означает шагом марш. А в устах там какого-нибудь рядового человека ничего не означает. Но должен вам сказать, что вот эта война, помимо всяких разных потрясений, она вызвала у меня ощущение необходимости еще раз посмотреть на взаимоотношения России и Украины. И не только во времена последних десятилетий, но и Советского Союза, и в царские времена. И я должен сказать, что проблема Украины, она как-то не решена русским сознанием. Историческим, политическим, социальным сознанием. То есть даже такие совершенно, так сказать, гениальные и прекрасные люди, как Михаил Алфанасьевич и Булгаков, ваш киевлянин, да, он в своих произведениях посмеивался над украинством, да. Не злобно, но тем не менее. И целый ряд других блистательных российских, ну и украинских, поскольку целый ряд замечательных, гениальных русских людей начала 20 века выросли, жили, учились в Киеве, Бердяев, отец Сергей Булгаков, Анна Ахматова, ну и так далее, там, Луначарский. Эта проблема как-то не решена в русском сознании, была. И я думаю, что сегодняшняя трагедия украинского народа, наверное, он должен сказать, что не потому, что я русский, но и русского народа тоже трагедия, то, что сейчас происходит. И хотя, конечно, Россия виновата, только Россия во всем этом виновата. Заставляет иначе посмотреть на историю взаимоотношений великороссского народа и малороссского народа. Двух, так сказать, русских, двухславянских народов, понимаете. И я начал для себя эту работу ранее, этим никогда не занимавшись. Был такой же, как все, неуч в этих делах. И когда, например, Владимир Путин говорит о том, что украинское государство создал Ленин, ну там русских Сталин никого не называют. Не, он Ленин, он конкретно сказал Ленин, да. Ленин, да. Но просто фактически в этом участвовали и эти два джентльмена, так сказать. Он говорит о том, что это был такой большевистский проект и антирусский проект. Создать государство и отнять какие-то там территории грузовики. Он, наверное, забыл, что ровно 105 лет назад, 13 июня, ну, 105 лет назад и один месяц, Центральная Рада в Киеве приняла свой первый универсал, где перечислил те земли, которые, по ее мнению, должны принадлежать украинские народные республики. Так называлось украинское государство. Никто у Ленина не было. Потом действительно Ленин. Я должен заметить, что Ленин не только создавал, так сказать, вот украинскую советскую социалистическую республику, которой не было до революции, разумеется, но и российскую советскую социалистическую республику. Которой тоже не было. И все впоследствии 15 советских республик, а был период тогда, их было 16, это все плод создания большевиков. Понимаете, никогда в империи, в российской, этого не было. Если сегодня какие-то идеологи, московские предположим, кремлевские утверждают, что Украина не имеет права на существование, потому что она проект вот этих вот большевиков, безбожников, то логично предположить, что и все остальные страны, там Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения, тоже не имеют права на существование. Вполне очевидно, что там они все вздрогнули. Я вот еще хочу спросить еще несколько таких текущих моментов. Например, как вы относитесь к своему заочному аресту? Кому? Заочному аресту. К заочному аресту отношусь. Ну, без радости, я вам должен сказать, разумеется. С другой стороны, у меня хорошая подготовка. Я восьмой год под следствием нахожусь. Знаете, и пережил там и допросы, и обыски, и дефамацию в средствах массовой информации, и в первую очередь главных каналов телевидения, главными пропагандистами российского телевидения сегодня. Ну, что я могу сказать, что... Ну, конечно, это еще одно свидетельство, я не переоцениваю своей роли, но, конечно, это еще одно свидетельство гонений на гуманитарную, такую культурную, европеизированную часть российского общества. Господин Путин, о котором мы уже, так сказать, в суе или не в суе упоминали, он очень интересное заявление сделал о том, что политология – это антинаука. Я знаю, что политология тоже входит в круг ваших интересов. Что бы вы ответили президенту России? Входит. Я академик по истории, но доктор политических наук и был четыре года президентом Российской ассоциации политической науки. Это общая федеральная... То есть вы типичный представитель антинауки с точки зрения господина Путина? Ну, наверное, я не знаю, я незнакомый. Нет, я увидел несколько раз, живем, по телевизору в основном. Так вот, я вообще всегда задрагиваю, когда правители, особенно правители неограниченные, тираны, начинают, конечно, с его наукой. Ну, позвольте, я же не лезу в генштаб с указаниями, то есть я ничего в военных делах не понимаю. Или я не говорю, как хирургу, как надо оперировать. Потому что он это понимает, а я и не понимаю. И я думаю, что Путин, при всей своей абсолютной гениальности, так сказать, и абсолютном знании всего, все равно не должен заниматься этими делами. Это не его дело. Это не его дело. В самом хорошем смысле этого слова. Вы можете себе представить, что там, я не знаю, какой-нибудь ужасный Байден, вдруг скажет американцам, все, не будет у вас науки социологии, или философии, или что-то еще. Это просто невозможно. Обсмеют его, понимаете. Так что, нет, политическая наука, political science, официальное название не политологии, а политическая наука, как договорились во второй половине 40-х годов, создавая Международную ассоциацию политической науки. Она существует, существовала и будет существовать. Но давно подмечено, еще до Путина и прочее, что в тоталитарных, авторитарных, тиранических обществах властители очень не любят политические науки. Так было в третьем рейте, так было в СССР. И сейчас в режиме Путина. Потому что политическая наука, это наука, которая анализирует политику, текущую, конечно, какие-то и корни исторические, в основном анализирует текущую политику. И если политолог честный и профессиональный, он как честный и профессиональный врач ставит диагноз. И призвалось, что нравится ему или не нравится. Когда вы идете к врачу, вы идете не для того, чтобы он вам комплименты говорил, какой он красивый и хороший, а для того, чтобы он сказал, почему у вас здесь болит и что делать. И в этом случае, конечно, политическая наука, для таких режимов, которые сложился в России, в годы правления президента Путина, она лишняя. Так же, как социология, экономика и другие науки, которые тоже пытаются говорить, ну что ли, правду, можно сказать. А вообще, я заготовил одну встатку такую, недавно прочел это, я выписывал, я вам прочту. Владимир Владимирович Путин недавно сказал, что он продолжает дело Петра, возвращая там исконные русские земли. То есть, он такой потомок, а Петр его предшественник. Так вот, что говорил его предшественник в 1724 году, 250 лет назад. Науки никакого принуждения и насилия терпеть не могут. Любящая свободу. Ну, вот тиран тоже русский, а вот поймал бы. А откуда вы знали, что я вас спрошу о науке и о политологии в частности? Как вам удалось эту цитату так подготовить? А я ее не до этого подготовил. Я просто что-то делал, как всегда, читал, писал там, ну и увидел это, и выписал туда. Мы хорошо понимаем, как текущая политика искривляет восприятие прошедшей истории. А как история, в свою очередь, меняет политику? Как история, как инерция истории воздействует на решение политиков? Вы знаете, я снова спрячусь за цитату. Но на этот раз не Петра Великого, а лауреата Норвенской премии по литературе, англоязычного поэта Томаса Стирнса Эллиота. Почему он был англоязычный? Он родился в США, но жил в Англии. Поэтому, скажем, в двух странах он не живет. Это в мире поэзии великий человек. Вот что он говорил. Прошлое точно так же видоизменяется под воздействием настоящего, как настоящее испытывает направляющее воздействие прошлого. Еще раз. Прошлое точно так же видоизменяется под воздействием настоящего, как настоящее испытывает направляющее воздействие прошлого. То есть не только прошлое нас каким-то образом определяет, наше поведение, наши мысли и прочее. Но и мы, думая о прошлом, мы видоизменяем его. Есть масса всяческих примеров, которые можно воспроизвести, но я просто сошлюсь на то, с чего мы начали. Когда я сказал, что российским историкам, гуманитариям, вообще российскому счету, стоит продумать вот эту вот тему взаимоотношений России и Украины. И вообще историю России продумать иначе несколько. Не забывая историю Литовской Руси, она как и Литовская называлась, но это родина предков нынешних белорусов и украинцев. Там 9 десяток русских был, русский язык, православная вера и так далее. И для Европы это была Россия. Москва была татарей, частью Завангарии. Я не говорю, что все это один к одному, но это очень важный момент. И была конкуренция между Литовской Руси и Великим Княжством Московским, кто объединит вокруг себя вот эти вот восточнославянские земли. Ну, в силу определенных событий, в ходе истории, это сделала Москва. Но я вам должен сказать, что история предков нынешних белорусов и украинцев, она выше сильно впечатляющая. Меня вдохновляет на то, что у наших народов есть будущее. То, что у украинского народа есть будущее, он часто завоевывает на полях сражения, защищая и мировую цивилизацию, и Европу, и, в конечном счете, российский народ от своих тиранов и властителей. Ну, я надеюсь, что и у белорусского, и у русского народа тоже есть будущее. И оно во многом коренится в том прошлом, которое было в Литовской Руси. Очень такой просвещенный, европейский, демократический по тем временам. Это очень смелое, извините, что я вам говорю комплименты, но это еще очень смелое заявление, что Украина на полях сражений с Россией защищает будущее России. Это достаточно парадоксально. А я могу привести пример. Я по первой своей специальности германист. И вот я, естественно, занимался историей Германии. И вот в 45-м году человек, которого звали Вилли Брандт, он был майором тогда, потом станет канцлером в Литовской премии. Он воевал в 45-м году в чине майора британской армии. Так он понимал патриотический долг немцев. Он был великим патриотом германским. И так он понимал свой долг. Воевать британской армии против вермахта, который предавал интересы германского народа. Естественно, обрек его на нищету, голод и прочее. Вот так этот великий человек принимал свой долг. И в этом смысле, если понятно, о чем я говорю, и в этом смысле, конечно, сегодня героический украинский народ, который... Он и раньше был великий народ. Но то, что он стал сейчас одним из самых великих народов мира, а президент Зеленский одним из самых главных политиков мира, я так про себя его называю современным Черчиллем, да? То же мужество, то же понимание, та же интеллигентность, но и в то же время та же жесткость, которая необходима. Так вот, конечно, украинский народ сейчас сражается, прежде всего, и за свою жизнь, и за свою свободу, и за свои территории, и за будущее суверенной Украины в рамках европейского сообщества. Я даже не говорю, союза или НАТО, но вообще в рамках Европы, так сказать. Украина, безусловно, европейская страна. Как в потенции и русская страна, российская страна, тоже европейская. Но сейчас она переживает не лучшие времена, и в общем... Вы упомянули вот это слово, как мне кажется, очень важное для понимания, потенция. Существует ли потенция, существует ли потенциал у российского общества, у российского народа для трансформации? Вы говорили в начале о том, что, например, нужно переосмыслить историю Украины для того, чтобы Россия поняла свою собственную историю. Так вот, есть ли потенциал у российского народа для того, чтобы совершить необходимые трансформации для своего будущего? Вне всякого сомнения. Я, например, ну, наверное, в вашем возрасте переживал перестройку и вот эту вот трансформацию в сторону либерального, открытого, плюрального, не страшного для людей общества. Пожалуйста. Как историк, я знаю, было великое десятилетие русской свободы перед революцией, когда была Государственная Дума, то есть парламент. Были политические партии, профсоюзы, отмена цензуры, ну и прочее, прочее, прочее. Великие реформы Александра II, вторая половина 19 века. Деятельность спиранского начала 19 века, которая не ушла в песок, потому что нынешняя российская конституция, это ремень его проекта, который он в 1909 году предложил Александру I, литературу. У России громадные либеральные традиции и потенции, а деятельность российской эмиграции, вот той, которая ушла от большего пола, почему я говорю российской, потому что там они все смешались, украинцы, русские, евреи, татары и прочее, прочее. Есть, конечно, и даже сегодня есть, но тиранический диктаторский режим, режим, который понимает власть только как насилие, который отвергает всякое инакомыслие, а без этого ничего быть не может. Все время Горбачев, выступая на ассамблее, генеральной ассамблее в ООН, сказал, что инакомыслие это и есть мотор всех позитивных изменений и вообще движения вперед. Может, именно этого ему не может простить Путин? Я думаю, не только Путин, но очень многие ему не могут простить. Например, он тогда же, летом 1990 года, сказал, что СССР и США это одна цивилизация. Это разные страны, но в рамках одной цивилизации. Понимаете? И это правда. Какие процессы должны произойти или какие действия должны совершить россияне для того, чтобы этот процесс трансформации был запущен, хотя бы запущен? Ну, покаяние это слишком общая, слишком широкая рамка. Какие конкретные действия, какие конкретные деяния нужно сделать? Ну, во-первых, должна смениться власть. При этой власти ничего не будет. Это ясно совершенно. Как, я не знаю. Но не представляю. Я думаю, что никто не представляет. Дальше. Что нужно делать? Нужно делать то, что я называю работой над ошибками. Нужно действительно глубоко и всерьез посмотреть на историю России, когда она называлась СССР. Посмотреть на стабилизм, потому что если для меня 30-е годы это эпоха большого террора, большого ужаса и страха, то теперь в учебниках российской истории дошкольников пишут, что это эпоха сталинской модернизации. Причем там не говорится о том, что Сталин это плохо. Просто сталинская модернизация, да? Музыка Чайковского. То есть мы вернулись к советскому прочтению истории. Первые пятилетки, Днепрогессы, Магнитка. А что это означает вообще? Вы знаете, что стоимость уничтоженного скота во время коллективизации, или как у вас говорят, Голодомор, Голодомор более точный, я не пользуюсь этим термином, потому что он украинский, русский, должны свой термин придумать, превышает стоимость всего построенного в годы первой, второй, пятилетки. Еще раз, стоимость вырезанного скота в процессе коллективизации? Или умершего там скота от небрежения к нему, от холода, холода и так далее. Она превосходит то, что было построено. Так это, подождите, так это убийство целенаправленное, ну, крестьян, не знаю, как это. Так, безусловно, это и есть. И Молотов уже потом, находясь на пенсии, говорил одному из там своих коллег, с которым он беседовал, а тот записывал, потом было изданно, как книжка, что борьба с крестьянством была важнее, чем борьба с Гитлером. То есть, это главная, так сказать, победа сталинской власти. Победа над собственным крестьянством. А великий русский философ, историк, богослов Георгий Федотов, он был в эмиграции тогда в Париже, сказал во времена характеризации для Голдомора, что сейчас решается судьба России, ну, в широком смысле слова, он имел в виду и Украину, и Белоруссию, и Казахстан, все. Это судьба России на лет 200 вперед. Вот удастся это Сталину, ему удалось. И не будет у нас такого будущего, ну, нормального человеческого. Хотя бы такого, которое было до революции большевистской. То, что не произошел суд над коммунизмом в свое время, гарантирует ли, что будет некий Нюрнберг над Путиным и его режимом? Никто ничего не гарантирует. История Нюрнбергского процесса, того самого, который вот был, значит, в конце 45-46 году, она тоже очень сложная, там было много подводных камней, и было непонятно, а по каким законам судить? Третьего рейха? Так они их не нарушали, то есть фашистских законов. Законов в Великобритании или Советского Союза? Так это чужие законы. Они не подсудны, да. Они, да, они решили судить. Первый, это был первый в мире и последний в мире суд, когда апеллировали к естественному праву. Да, потому что вот жизнь человеческая, это жизнь, нету цены человеческой жизни, и покушение на нее, это преступление. Хорошо, спасибо большое. Мне все ясно, понятно, и такое со мной бывает нечасто. Спасибо огромное. Юрий Пивоваров, российский историк, академик, был в нашей программе. Это история для будущего, и будущее точно будет. Спасибо за эту историю. Спасибо.